Новости на канале СТВ, в студии Екатерина Забенько. Здравствуйте и в этом выпуске. Продуктивный старт. Весеннюю сессию белорусские парламентарии начали с важных законопроектов. Впереди еще порядка 90 вопросов. До 8,5 миллионов рублей за пиратские материалы в Беларуси увеличивается ответственность за распространение в интернете нелицензионных аудио- и видеоматериалов. В Нагорном Карабахе обострение обстановки Армения и Азербайджан снова обменялись обвинениями в обстрелах и продвижении на линии соприкосновения. Не приползли, а прилетели в Беларусь из США. По почте переслали змей. Выйти на однозначный уровень инфляции планируют уже в будущем году. Вопросы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет обсуждали сегодня в Совете Республики. По прогнозам, к 2020 году поставлена задача ограничить уровень инфляции пятью процентами. Напомню, на этот год этот параметр утвержден на уровне 12 процентов. Задача жесткая, но выполнимая. Инфляция, определяемая монетарными факторами, будет ограничена на уровне, зафиксированном в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2016 год, а при благоприятных условиях снижены. Для ее выполнения Национальным банком задействован весь инструментарий денежно-кредитной политики. В Совете Республики сегодня собрались сенаторы, члены правительства и председатели областных, городских и районных советов. Это своего рода сверка часов. Обсуждалась финансовая политика, пенсионная реформа, состояние дел в аграрном секторе, вопросы ЖКХ. Среди актуальных тем и доступность кредитов для реального сектора экономики. Необходимо обратить особое внимание на доступность кредитных ресурсов для бизнеса. К сожалению, на сегодняшний день эти высокие процентные ставки существенно влияют на экономику предприятий. В ближайшее время основные тезисы программы направят к главе государства, затем документ будет представлен на 5-м Всебелорусском народном собрании. Руководство Совета Республики будет содействовать внедрению честных принципов конкуренции в Евразийском экономическом союзе. Об этом говорили сегодня на открытии 11-й сессии Верхней Палаты Парламента. Законопроекты планируют заложить нормы, мотивирующие экспортно-ориентированную деятельность и, в первую очередь, равные условия с партнерами по ЕАЭС. Сегодня, когда мы празднуем 20-летие Содружества, я бы хотел, чтобы условия и те успехи, которые достигнуты, были закреплены, чтобы мы смогли наши взаимоотношения защитить от внешней турбулентности. И в этой связи, полагаю, что мы можем сделать несколько шагов вперед, готовясь к третьему форуму регионов России и Белоруссии, который будет в первых числах июня. Ну а депутаты Нижней Палаты Парламента сегодня в первом чтении приняли проект «Новые военные доктрины». Обновленный документ определяет основные направления военной политики государства на современном этапе развития. Кардинальных изменений в подходах к обеспечению национальной безопасности нет. Например, сохранилась оборонительная направленность документа. Четко прописано и то, что применение военной силы рассматривается как исключительная мера. Внесение в документ ряда изменений продиктовано в первую очередь напряженной ситуацией в мире. Большой объем работы депутатами проделан по пониманию, разъяснению, изучению основ новой военной доктрины. Все понимают важность этого документа, своевременность этого документа. Есть понимание тех изменений в военно-политической обстановке, которые происходят в мире. Исходя из этого, вносятся определенные изменения, дополнения для того, чтобы сотрудники силового блока, выполняя свои обязанности по обеспечению национальной безопасности, были защищены законом. И сегодня в парламенте обсуждали возможность введения ответственности за экстремизм. Хотя в Беларуси и создана эффективная правовая база для борьбы с терроризмом, но соответствующая статья не прописана в Уголовном кодексе. Кроме того, планируется ввести ответственность за участие в боевых действиях на территории других государств. В настоящий момент под нее попадают только так называемые наемники, люди, делающие это за материальное вознаграждение. Наше законодательство, получается, не позволяет их привлекать, потому что они воюют не за деньги. А действующая статья 130 наемничества, она предусматривает ответственность только при наличии корыстной заинтересованности, материальной заинтересованности. Поэтому мы должны не ждать, пока эта проблема нас коснется, а должны принимать меры уже сейчас. И как стало известно, поправки в некоторые законы, которые вводят в Уголовный кодекс ответственность за экстремизм, уже одобрили белорусские сенаторы. В Нагорном Карабахе обострение обстановки Армения и Азербайджан снова обменялись обвинениями в обстрелах и продвижении на линии соприкосновения. По информации ООН, в результате эскалации конфликта погибли 33 человека и более 200 пострадали. Сообщается, что боеприпасы, которые используются в зоне столкновений, достигают уже территории соседнего Ирана. В одной из деревень взорвались три минометных снаряда. Заявление в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха сегодня сделал и белорусский МИД. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, проблема Нагорного Карабаха может быть разрешена исключительно мирным путем и только в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Что касается прозвучавших в некоторых СМИ заявлений об оказании Белоруссию военной помощи одной из сторон, то это абсолютные слухи, не имеющие под собой никаких обоснований. Беларусь всегда готова содействовать поиску мирного урегулирования конфликта за столом переговоров. О военном решении или военной помощи не может быть и речи, говорится в заявлении МИД. И о других событиях в мире в обзоре наших корреспондентов. Сегодня вступил в силу договор между Евросоюзом и Турцией об обмене нелегальных мигрантов на законных сирийских беженцев. Менять начали по схеме один к одному. В немецкий Ганновер уже прибыла первая группа из 16 человек. А с греческих островов сегодня отправится в Турцию примерно 500 человек. Их переправят в турецкие порты, на паромах и судах береговой охраны. Беженцы же всячески препятствуют депортации. В миграционных лагерях на греческой территории на этом фоне даже вспыхнули массовые волнения. А накануне около 2000 нелегалов подали прошение об убежище в Греции. Хотя оставаться ранее в этой стране не планировали. Британцам продают в рабство непайских детей, потерявших дом после землетрясения. Такой шокирующий материал опубликовала одна из британских газет. Сообщается, что за 10-летних мальчиков и девочек покупатели выкладывают примерно 7,5 тысяч долларов. Речь идет о тех детях, чьи родственники пострадали во время стихийных бедствий в Индии и Непале за последние годы. В Министерстве внутренних дел Великобритании уже пообещали проверить эту информацию. Сообщники брюссельских смертников не знали о готовящемся теракте. Один из террористов, причастных к атаке 22 марта, оставил сообщение, в котором утверждают, что его напарники задержаны. По этому делу не были посвящены в детали готовящегося преступления. Такое заявление полицейские обнаружили на портативном компьютере, который нашли в аэропорту. Сообщается, что арестованные только арендовали квартиру и закупили материалы, но не знали, для чего это делают. Между тем, в полиции полагают, что такая версия маловероятна. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. До 8,5 миллионов рублей за пиратские материалы. С сегодняшнего дня в Беларуси увеличивается ответственность за распространение размещения в интернете нелицензионных аудио- и видеоматериалов. Контроль в первую очередь ужесточается над теми, кто занимается подобной деятельностью с коммерческой целью. Например, продает нелегальное программное обеспечение, либо берет деньги за скачивание пиратских копий фильмов и музыки. Обычных пользователей, к примеру, за размещение в социальных сетях аналогичных материалов, привлекать к ответственности не будут. Тисто теоретически возможно привлечение студента к административной ответственности, который скачал фильм или скачал мелодию и передал другим. Потому что в чистом виде есть распространение. То есть использование и социальные распространение. Но это только формальный признак. Фактически я далек от мысли, что такие случаи у нас будут в практике в ближайшие 5-10 лет. Сегодня около сотни разработчиков, веб-журналистов, блогеров и просто пользователей социальных сетей со всей страны собрались на дискуссионные площадки, чтобы обсудить аспекты работы во всемирной сети. Участников уже третьего республиканского интернет-форума ждали мастер-классы и интерактивные площадки, где можно было познакомиться с последними тенденциями и разработками молодых IT-специалистов. К слову, конференция проводится в день интернета. Сегодня его отмечают по всему миру. Почти 90-87% жителей нашей страны хотя бы один раз в день заходят в интернет, пользуются этой информационно-коммуникационной технологией. Я хочу сказать, что в данный момент интернет – это не только хранилище данных, но это также средство коммуникации, которое фактически меняет наш стиль жизни. Сегодня по таким относительным показателям, как плотность на 100 жителей, мы занимаем такие лидирующие позиции среди стран бывшего Советского Союза. Имеем среднестатические цифры, сравнимые с Европейским Союзом. Мы на одном уровне находимся с Чехией, Словакией, опережаем Венгрию, Болгарию, ряд иных стран. Массовое ДТП в Гомеле. В аварию попали сразу несколько десятков автомобилей. На узкой дороге не смогли разминуться два большегруза. Водитель МАЗа пытался избежать столкновения с грузовиком, который двигался во встречном направлении. Однако не справился с управлением и въехал в припаркованные машины. В ДТП никто не пострадал. Змеи в посылке. Необычная бандероль прибыла в Беларуси, США. Отправитель решил спрятать четырех живых удавов в обычной кукле. Судя по всему, рептилиям нет и месяца. К слову, для человека они абсолютно безвредны и вырастают до метра. Отправитель посылку декларировал, а потому все вопросы, скорее всего, будут переадресованы ему. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Змей временно поселили в Минский зоопарк. Посылка привлекла внимание инспектора непосредственно тем, что были заявлены сведения. То есть кукла и ориентировочная оценка была в районе тысячи долларов. То есть данный факт привлек внимание. При вскрытии посылки кукла ничем примечательным не выделялась. Однако были замечены конструктивно, искусственно сделанные отверстия для вентиляции. В результате чего было принято решение о вскрытии непосредственно самой кукле. Это сетесные животные. То есть имеется конвенция сетес о запрете торговли определенными видами животных. Вот как раз эти змеи подпадают под эту конвенцию сетес. То есть продавать их просто так или перевозить запрещено. В коллекции Минского зоопарка таких змеи нет. У нас коллекция более 500 видов. Поэтому лишние они не будут однозначно. Далее спортивный обзор. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортаж.